Эфир канал УТС продолжают деловые новости в студии Дмитрий Белькевич. Здравствуйте. Выпуск открывает цифра дня. 205 миллиардов рублей составил профицит федерального бюджета по итогам 4 месяцев этого года. По данным Минфина России, общий объем поступивших доходов 7 трлн 485 миллиардов рублей. Расходы достигли суммы в 7 трлн 280 миллиардов рублей. Как изменились цены на продовольствие в Новосибирской области? С кем стал сотрудничать аэропорт Ломачева и дольщики какого проблемного объекта получат компенсации? Подробности далее. Годовая инфляция в апреле замедлилась до 5,53%, сообщает Банк России. Это, по данным регулятора, было ожидаемым. Меньше стали расти цены на товары и услуги, подорожавшие в предыдущие месяцы под влиянием сезонных факторов, к примеру, на мясные продукты. А непродовольственные товары, наоборот, дорожали, что было обусловлено восстановлением спроса после прошлогоднего локдауна. Также ЦБ сообщает, что, согласно прогнозу, инфляция в этом году составит от 4,7% до 5,2%. Тем временем Новосибирск стат опубликовал данные о динамике цен на продовольственные товары за первый квартал. В январе ценники прибавили 0,7% к предыдущему месяцу. В феврале индекс потребительских цен вырос до 1,38%, в марте прибавил около 0,4%, а в апреле – 1,26%. Больше 433 миллионов рублей выделили из бюджета Новосибирска на парк возле нового ЛДС. По данным мэрии, суммы должно хватить на работы, которые продлятся два года. Обустройство прилегающей коренной территории планируют завершить в 2022 году. По проекту в парке высадят около 600 деревьев и в 10 раз больше кустарников. Появятся малые архитектурные формы. Парк станет масштабной рекреационной зоной и расположится на территории от Октябрьского до Бугринского мостов вдоль побережья Абии. Займет площадь в 16 гектаров. Больше тысячи обманутых дольщиков получат квартиры и компенсации. Об этом сообщил Наблюдательный совет фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. Более известный новосибирцам как ППК-фонд, с которым у областных властей сложилось тесное сотрудничество. По данным фонда, помощь придет жителям восьми регионов. Речь о тех, кто приобрел жилье в долгостроях в Пермском и Краснодарском краях, в Саратовской, Ростовской, Астраханской, Московской и Новосибирской областях, а также в Чувашии. 620 человек получат возмещение, 448 человек – жилье после завершения строительства многоквартирных домов. Компенсации получат те новосибирские дольщики, кто вложил средства в квартиры застройщика ЖСК «Дом напечатников». Новый партнер появился у главной воздушной гавани Сибири. Аэропорт Толмачева обслужил первый коммерческий рейс грузовой китайской компании SF Airlines. Таким образом, Толмачева стал первым аэропортом в России и странах СНГ, начавшим сотрудничество с авиакомпанией с Поднебесной, в парке которой больше 60 самолетов. Напомню, аэропорт Толмачева – крупнейший почтово-грузовой хаб в России и занимает второе место после Московского авиационного узла по объемам грузоперевозок. Экономический кризис, локдаун из-за пандемии и отсутствия уникальных качественных туристических кластеров в России – не повод не повышать цены на отдых. Так считает президент Общероссийского союза индустрии и гостеприимства Гранд Бабасян. Он уверен, представители отрасли пользуются любым удобным случаем, чтобы заработать на туристах больше. Отсюда и серьезные изменения цен на рынке внутренних турпродуктов. Рынок таков, что чем что-то популярнее, тем для кого-то дороже. В любом случае, с учетом потерь, которые понесла индустрия в 2020 году, сейчас у нее уникальная возможность их компенсировать. Так будут поступать все без исключения. На данном этапе это никак не отрегулировать, заявил Бабасян. Правда, он также отметил и объективные причины. Например, подорожание продуктов, коммуникаций, рост коммунальных платежей, а также риски. На них ательеры закладывают минимум 10%. И напоследок, заработать на государстве попытался житель одного из итальянских городов. Мужчина 10 лет притворялся слепым ради пенсии. Разумеется, получал неплохую сумму, поскольку его признали инвалидом. Но вот вывезти на чистую воду мужчину все же удалось и совершенно случайно. Его остановили полицейские, когда он управлял автомобилем. При этом у него были, правда, поддельные документы. Что теперь грозит предприимчивому итальянцу, не сообщается. А на этом у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. До встречи на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова